Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Вы хотите приехать в Австралию, насколько я понимаю, иначе бы что вы делали на этом канале? Вы же знаете, что здесь занимаются реальными делами. Здесь люди, которые находятся на своих рабочих местах, а как образовательный агент, где я должен находиться? В учебных заведениях, где учатся мои студенты, что я сейчас и делаю в Lloyd's College. Так вот, дорогие друзья, вы хотите приехать сюда и я готов вам это сделать. Я готов помочь вам отуществить вашу мечту, причем именно сейчас. Я уже говорил, что порядка 500 человек приезжают в Австралию в месяц по студенческим визам. Порядка 500. И это не обязательно какие-то особенные люди. Это люди, которые хотят этого и люди, которые подходят под те стандарты, которые устанавливают учебные заведения правительства Австралии, работая рука об руку. Ну, надо работать с теми учебными заведениями, которые готовы это делать. Необходимо общаться с департаментами миграции и общаться с представителями власти. Необходимо использовать все рычаги давления для того, чтобы это осуществить. Но самое главное, вы должны быть достойны этих программ. Я хотел бы, чтобы были у нас ролевые модели 30-50 человек, которые приезжали бы каждый год. Ну, 30 человек, ну что это по сравнению с 6 тысячами, с 7 тысячами студентов, которые въедут в самое жесткое, в самое тяжелое время в страну. И почему бы вам не быть среди этих людей? Более того, я вам скажу, что из 6 тысяч, из 100 человек это какие-то затерявшиеся 1-2 процента. Но почему бы вам не быть этими людьми? Как это будет делаться, я уже говорил. Я уже говорил в группе Гагариной. И, естественно, это должны быть люди, которые не приезжают в Австралию как виза-шоп. Которые приезжают сюда не подготовившись. И приезжают сюда ради того, что попасть, а там как-либо зацепиться. Нет, это люди должны быть элитные студенты. Если вы таковыми не являетесь, то давайте мы из вас таких людей сделаем. И я думаю, что мне просто нужны... Я бы даже не сказал люди молодые. Я бы сказал так, ну, может быть, до 40-42 лет. Но это люди должны быть готовые к лидерской позиции, готовые к тому, чтобы быть в действительности примером для других. Не те, которые... Английский язык я не знаю, образования у меня нет. Люди без образования не могут не только быть ролевыми моделями для студентов, но они не могут быть и образовательными агентами. Потому что нельзя учить плавать человека, если ты сам не умеешь плавать. Мне пришлось научиться хорошо, ну, относительно хорошо плавать, чтобы стать спасателем на водах. И я это сделал. Это можно сделать. Но опять-таки, если человек не имеет образования, он не может учить этому других. Он не может быть образовательным агентом. А иногда люди пытаются заниматься то, что совершенно не для них. И в итоге губят и других, и, в общем-то, свою репутацию тоже. Но это автоп, это не о вас. Потому что вы, в отличие от таких людей, в действительности должны иметь высшее образование или стремиться к нему. И вы должны быть готовы к тому, что жизнь вас выкинет на самый топ, на самую вершину общества. Я не говорю, что на уровень депутатов нашего федерального собрания парламента и вы станете премьер-министром, этого не будет. Но попасть в те круги, которые в действительности достойны той хорошей жизни, которую они получают, вы можете попасть. Было бы желание. И вот я ищу тех людей, которые этого бы захотели. Вы вступаете в группу Гагарина, это же, друзья, бесплатно, правильно. Но это должны быть единомышленники. Не только мои единомышленники. Это должны быть единомышленники для друг друга. Это должны быть люди, которые поддержат друг друга. И, соответственно, эти люди и станут лидерами, потому что лидер и должен быть таким. Лидер должен помогать другим людям. И если он не является образцом и примером, и добрым помощником, иногда строгим для своих последователей, какой он лидер? Да никакой он лидер. И красоваться на экране это еще далеко не все. Дело, дело и еще раз дело. И мы научим вас этому. Точнее, в вас это и есть. Мы просто поможем вам стать не просто ролевыми моделями, помочь вам стать, мы поможем вам стать австралийцами. Так что добро пожаловать. Пишите.